Леонид Яковлевич, итак, ну Путин вроде как, вроде как поедет к Эрдогану в Турцию, в ту самую страну НАТО, с которым якобы воюет Россия, по версии Кремля. Эрдоган во время телефонного разговора нашим зрителям, напомню, еще раз акцентировал внимание на важности зерновой инициативы, якобы из-за того, что Россия вышла из нее, зерно лишь за две недели последнее подскочило, цена его на 15%. И вот пикантности, конечно, всей этой истории добавляет ордер на арест Путина от Международного уголовного суда. Турция, хоть и не является подписантом римского статута, все равно риски, конечно, сохраняются. Леонид Яковлевич, как вы считаете, какие гарантии дал Эрдоган Путину, и не произойдет ли чего-то, ну скажем так, непредсказуемого на фоне вот таких активных торгов с Западом, которые последнее время, как мы видим, ведет Эрдоган? Ну, вы знаете, во-первых, Эрдоган сообщил, что они договорились о встрече, а Кремль сообщил, что они не договорились о встрече. Ну так, на минуточку, вот, заявление Кремля, в информации Кремля о разговоре с господином Эрдоганом, говорилось, что они обсуждали такую возможность, но не говорится, что они договорились. Значит, я думаю, что вероятность того, что Владимир Владимирович поедет, очень небольшая. Ну, потому что он просто очень всего боится, просто ужасно. Вот, а Эрдоган действительно член НАТО, и понятно, что Эрдоган может торговаться разными способами, ради того, чтобы получить свои какие-то выгоды. Но, вообще-то говоря, поскольку он не подписывал Эрдемский статут, то сугубо формально такого риска нет. У него, у Эрдогана, нет юридических оснований для ареста Путина на своей территории. Таких не существует. Он не подписывал Эрдемский статут. Он, конечно, может, не знаю, позволить его выкрасть, он может какие-то вот такие вещи сделать. Ну, я думаю, что это слишком анзотично. Нет, я не надеюсь увидеть Владимира Владимировича ближайшие дни в Гараге. К сожалению. Ну, а если так уж делать ставки, скажем так, вы все-таки думаете, что не рискнет, да, Путин? Ну, вы знаете, все очень трудно говорит, но скорее нет, чем да. Мы просто помним всю эту эпопею с его поездкой в Южноафриканскую республику, когда долго в подвешенном состоянии, там, на ромашках гадали, грубо говоря, там, поедет, не поедет. В итоге даже вроде как собирался, в итоге отказался все-таки. После этого там уже Южноафриканская республика выписывала ордер на его арест. То есть вы думаете, что, скорее всего, история повторится? Ну, не совсем так, потому что, повторяю, у Эрдогана нет оснований арестовывать Путина. Вот, но скорее не поедет. Он очень дорожит своей жизнью. Он очень в этом смысле... Собственно, это единственное, чем занимается всерьез, мне кажется, собственно, безопасностью. То есть вы помните, они в свое время придумали праздник 4 ноября, День народного единства, когда, значит, был некий этап, действительно, смуты российской. И в честь освобождения Кремля, на самом деле, не от поляков, а от литовцев и белорусов, там, их было... В общем, это просто эпизод гражданской войны. Кстати, Кремль защищал, среди защитников Кремля был будущий русский царь Михаил Романов. То есть там все было перепутано, конечно. Тем не менее, стоит памятник именинному Пашарскому, метров 50 от Спасских ворот. Так вот, Путин последний раз возлагал туда цветы, приехав к этому памятнику на огромном кортеже, на броневиках на своих, вся площадь была зачищена и так далее. 50 метров боится пройти по нормальной земле, не то, что лететь куда-то. Друзья, ну вы ваше мнение можете оставить в комментариях, будем наблюдать, конечно, за этой ситуацией. Вот, кстати, о жизни Путина высказался и президент Украины Владимир Зеленский. Дал он прогноз, сколько проживет еще президент Российской Федерации. По словам Зеленского, 30 лет, как в Сирии, война в Украине продолжаться не будет, потому что Путин столько не протянет. Он и 10 лет не выдержит. Вот такая вот цитата была по поводу того, сколько еще проживет российский диктатор. Однако, вот, хотелось узнать ваше мнение, Леонид Яковлевич. Как вы считаете, смерть Путина – это гарантия прекращения этой ужасной войны? Нет, это не гарантия, но это очень высокие шансы. Дело в том, что, кстати, не обязательно смерть, может быть, и отстранение просто. Отстранение, он останется живым, но отстранен. Это тоже возможно. Это не гарантия, это высокий шанс. Почему? Потому что бенефициаром этой войны является только Владимир Владимирович. Больше никто. Вот, даже те люди, которые в его окружении, которые зарабатывают огромные деньги на этой войне, которые сейчас, которые, собственно, попадают в западные предприятия, которые получают военные заказы безумные и так далее, даже эти люди без войны жили бы лучше. Вот, они бы тоже, они бы все равно жили лучше. Вот. Поэтому бенефициаров нет. Кроме того, Владимир Владимирович, конечно, у нас многие руководства не совсем адекватные. Я вот тут подумал, что, знаете, есть такое понятие инклюзивное, инклюзивное там, инклюзивное классы, например, да. Это когда вместе со здоровыми детьми учатся дети больные, в том числе больные психическими заболеваниями и так далее. Я подумал, что у нас инклюзивное правительство в России, где вместе с немногими здоровыми работает очень много больных. Я послушал Николая Платоныча Патрушева про планы Финляндии захватить Карелию. И подумал, что все-таки, да, действительно, у нас в этом смысле мы впереди планеты всей. У нас дебилы занимают с чащей посты в государстве. Вот. Значит, любой следующий после Путина будет более рациональным человеком. Он может быть негодяем, он может быть фашистом, он может быть чем угодно, но он будет рациональным человеком. И ему надо будет, кроме захвата власти, ему надо будет власть удерживать. Чтобы удерживать власть, надо отрубать все гири, собрасывать все гири, которые на ногах, да. Главное, гири на ногах, это безумная война с Украиной, да. Поэтому я думаю, что любой следующий войну прекратит. Более того, любой следующий обратится к Западу с просьбой о восстановлении отношений. А значит, он должен будет пойти на определенные послабления внутри России, там, и так далее, и так далее. Но вообще я убежден в том, что если мы хотим, чтобы война закончилась не перемирием, не временным прекращением огня, а прочным миром, как закончилась война Вторая мировая в мае 45-го в Европе, то режим Владимира Путина должен принести политическое поражение, а не только военное. То есть должно произойти что-то похожее на мае 45-го. Этот режим должен прекратить свое существование. На самом деле тема достаточно сложная, друзья. Ваше мнение тоже оставьте в комментариях. Спасибо, Леонид Яковлевич. На самом деле я, в общем-то, примерно так тоже себе и представлял это все. Вот, кстати, по поводу еще, продолжая тему Путина, юморист с большой натяжкой, такой Владимир Винокур, его недавно награждал за заслуги перед Отечеством Путин. И он сделал комплимент российскому диктатору, достаточно такой изысканный, говорит, так здорово, что вы всех узнали, что имел в виду Винокур. Он говорит, ну вот у нас есть лидеры такие, значит, в мире, которые на трап подняться не могут, не узнают людей при встрече, ну, видимо, там, намекая, таким образом, колкость в сторону американского президента. А вы, цитирую, всех узнали сегодня, спасибо вам за это. В общем-то, что, кроме этого, как бы заслуг особо не нашел Винокур, да, который подметить у президента Российской Федерации. Ну, вы знаете, я думаю, что это не было тонким издевательством. А просто Винокур, к сожалению, талантливый актер, там, когда-то был, да, что Винокур просто, ну, какой-то подхлемашивающего уровня и просто глупость. Я думаю, что Винокур не понял, что он сказал. Вот, потому что, конечно, это звучало совершенно поразительно. Вот, а вы, а вы еще не в маразме, Владимир Владимирович, мы очень рады, да. А вы еще сами можете по лестнице подняться. Ну, черт, что вообще, на самом деле, да. Вот, нет, я думаю, что это не троллинг, как сейчас говорят, а скорее глупость самого Винокура. Ну, это мрачная шутка, давайте двигаться дальше. Вот мы поговорили о жизни и перспективах российского диктатора. Издание Политико опубликовало материал, в котором рассказало, что на президента Украины Владимира Зеленского было совершено уже не менее десятка серьезных покушений, в том числе российскими ДРГ из рядов Вагнера, кадыровцев. И более того, как пишет издание, у Киева даже есть план на случай убийства президента. Якобы в Украине должно появиться какое-то коллективное правительство. В Совете национальной безопасности Украины сказали, что это абсолютно, значит, некорректный материал, что у нас есть только один, значит, президент, который выполняет свои обязанности. Однако, вот как вы считаете, мы помним действительно эти истории о попытках покушения на президента Украины. Кремль не оставил вот этих попыток, как считаете? Потому что вот ура-патриоты некоторые иногда даже зло пишут, мол, почему, что есть какой-то заговор, что Минобороны России не открывает огонь по городам, когда там находится президент Украины, даже когда он рядом с линией фронта, что это, мол, какой-то договорняк за спиной. Как вы считаете, вот эти попытки, они прекратились действительно на фоне каких-то договоренностей, могли ли они прекратиться, или план по убийству украинского президента все еще актуален? Для оккупационных сил. Я думаю, что он абсолютно актуален. Абсолютно актуален. Договоренности какие-то тайные могли быть, конечно. Часто бывают между воюющими сторонами разные договоренности. Но кто бы в них поверил, скажите, пожалуйста. Неужели в Украине есть кто-то, кто может поверить в договоренности с Российской Федерацией? Совершенно серьезно. Поэтому я полагаю, что просто президента Зеленского защищают, охраняют. Я думаю, что это совершенно правильно. И, видите ли, я не знаю, правильно или неправильно встал политику о том, что будет в случае, не дай бог, его насильственной смерти. Но то, что руководство Украины и военное политическое руководство просчитывает эту возможность, я в этом совершенно убежден. Я полагаю, что они это делают с участием самого президента, естественно. Потому, что война же идет. Понятно, что он для Путина, он, конечно, объект ненависти. Я думаю, что Путин ненавидит, прежде всего, президента Зеленского, потом Генерал Залужного. И вот оба этих человека, а также многие другие ваши замечательные военные и политические руководители, они, конечно, находятся под угрозой. Я уверен в том, что ваше руководство продумало все действия на случай гибели вашего президента Верховного командующего. Поэтому я ему желаю дожить до победы, отметить победу, отпраздновать победу. И он будет вместе со своим народом, вместе со всем миром. Друзья, ваши пожелания президенту Зеленскому можно оставить в комментариях. Леонид Яковлевич, а как вы считаете, а в Кремле есть план на случай убийства Путина? Ну, Кремль, понимаю, хорошо, неоднородное понятие. Но обсуждалось ли когда-то с самим Путиным какой-то план в случае его, например, ликвидации? Ну, или внезапно смерти. Как говорил Воланд в Мастере МРГ, это человек смерти, внезапно смерти. Я думаю, что... Вы знаете, я думаю так. Я думаю, что такие планы мы обсуждали, скорее всего, когда-то очень давно. Ну, такие действия, еще что-то, что будет. Последнее время всерьез они не обсуждались. Путин бессмертен. Путин, а Россия дал бог. Ну, и прочие глупости. Мы вам не Америка... Вполне вероятно, что он сам в это верит, верно? Вы знаете, он верит в какие-то совершенно безумные вещи, конечно. Абсолютно безумные. Ведь, собственно говоря... Ну, я думаю, что он верит, кстати говоря, в медицину, которая его обслуживает. Все-таки им занимаются очень серьезно. Но, понимаете, даже война началась из-за его неправильных представлений о мире. Вот это удивительная такая психологическая война, на самом деле. Причина этой войны психологическая. Потому, что найти что-либо объективное, что толкало Россию к этой войне, невозможно. Не было никаких причин ее начинать. Абсолютно никаких. Найти что-то в такой официальной идеологии тоже невозможно. Нет ничего этого. А что было? Была ненависть, психологическая вещь, Путина к вашей стране. И, на самом деле, целью войны является уничтожение Украины. Именно поэтому с Путиным нельзя договориться. Нельзя договориться с Шегманом. Хочется, что нельзя. Если бы Путин действительно хотел, я не знаю, захватить какую-то часть вашей земли, то это... Ну, вряд ли бы на это пошли. Но такие вещи могут быть предметом переговоров. Значит, любые рационалии. Чтобы вы не вступали в НАТО. Или, чтобы в случае вашего вступления в НАТО Севастополь сохранил статус экстерриториального города. И чтобы там осталась база Синоматского флота. Я сейчас говорю о вещах, которые рациональны. Но ничего этого не было. Вот ничего этого не было. Я считаю, что Севастополь должен быть частью Украины, как и все остальное, разумеется. Но можно было бы себе представить вот такую вот идею, что как же нам нужен Севастополь, нам нужна база, они вступят в НАТО. Базу закроют, там, ну, всякие вот такие вещи. Вот ничего этого не было. А была просто иррациональная ненависть к вам, иррациональное желание вас уничтожить, чтобы вас не было. И поэтому он верит во все глупости, типа того, что Украину создал Ленин, что мы с вами один народ, один язык, там, и прочее. Вот, противно один язык, он что, никогда украинской речи не слышал. Я поражаюсь. Потому что когда, когда, ну, я слышал украинскую речь, то я обычно понимаю, о чем речь идет. Вот, так, чуть-чуть. Ну, конечно, я не понимаю никаких деталей. Потому что разный язык, разница не меньше, чем у русского языка с польским языком, там, и так далее. Мне кажется, что у вас с польским не такая большая разница, между чем как у русского с украинским. Ну, вот, значит, вот была ненависть, и, самое главное, была вера в то, что он легко победит. Вот в чем была главная иллюзия. Он рассказывал по всем каналам, по движностному населению, что украинцы воевать не будут, не умеют. Кстати, значит, не умеют, а Красная Армия, это как вообще, которая Гитлера победила там. Там что, украинцев не было, да? Ну, судя по нашей историографии современной, украинцев там, конечно, не было, это понятно. Вот. В общем, он в этом верил. Он верил в то, что вы будете встречать с цветами. Он верил, они погрузили парадную форму в передовые танки, чтобы провести парад на Крещадске. И прочие-прочие глупости, да? То есть, вот он действительно верит в иллюзии. Не исключено, что у него иллюзорная мина. Не исключено, что у него иллюзия распространяется на самого себя тоже. Что он вечен. Не знаю.